Свой рассказ Людмила Компанец начала с извинений. Никогда не просила помощи. В их семье все привыкли делать сами. На приеме у губернатора жительница Каневского района впервые. Говорит, справиться в одиночку уже просто не получается. Дом ее мамы, ветерана Великой Отечественной, буквально сыплется на глазах. Нам стыдно. Я вам честно скажу, что мы написали и обратились с такой помощью. Старый саманный дом построили еще больше полувека назад. Недавно его обложили штукатуркой, но это не помогло исправить ситуацию. У Венимина Кондратьева всего один вопрос к местным властям. Как они могли допустить, чтобы пожилая женщина, ветеран войны, осталась без внимания и жила в таких условиях? На исправление ошибок и как минимум капитальный ремонт здания и кровли новый губернатор отводит месяц. Это равнодушие, оно сегодня будет дорого нам стоить. Поверьте, очень дорого равнодушие. Мы как бы тогда отчитались и забыли. А они нет, они не могут забыть, потому что они живут у них, в этих домах. Поэтому они никогда не забудут, пока на самом деле власть реально к ним лицом не повернется. И пока она должное в эти ветеранам войны, на самом деле не отдаст. Не на словах, а на деле. Не создать им комфортные условия для жизни. Виталий Рыбеткин приехал на встречу с главой региона из горячего ключа. Еще ожидая своей очереди, заметно нервничает. До этого он уже побывал далеко не в одной инстанции. И прием у губернатора для него как последняя надежда. Краснодеревчик с 15-летним стажем владеет уникальной технологией и показывает свои наработки. Материал, килограмм которого стоит дороже, чем килограмм черной икры, рассказывает мастер. Ремеслу хочет научить других. Этот вопрос он уже поднимал два месяца назад на встрече Кондратьева с предпринимателями. Но сегодня Виталий Рыбеткин остался сам на грани выживания. Два года сижу без света. Потерял партнеров, спонсоров, все сбережения, все потерял. На сегодняшний день банкрот. Взрослый мужчина больше не может сдерживать чувства и эмоции. Из-за нехватки денег, проблемы с жильем. Он ночует на обанкротившейся базе беременная жена с ребенком в маленькой комнатушке в другом городе. У Вениамина Кондратьева он просит помощи в подключении электроэнергии и спрашивает о возможных субсидиях. Главная мечта – возродить ремесло и встать на ноги, чтобы прокормить семью. Найти решение этой проблемы губернатор поручает Краевому департаменту поддержки предпринимательской деятельности. Плотно с ним поработайте, а я готов поработать плотно со всеми. Для того, чтобы у него на самом деле состояние банкротства ушло и было только в воспоминаниях. А реально мы могли увидеть реального мастера, вокруг которого достаточно много учеников. И на самом деле мы увидели труд, то ремесло, которым мы занимаемся. Поверьте, оно может быть украшением не только нашего края, но и всей страны. Больше всего вопросов на приеме граждан от жителей Краснодара. Горожанин Валерий Пашков делится с Вениамином Кондратьевым своими переживаниями. Рядом с их домом в районе улиц Зиповская и Московской строят многоэтажку. Новое здание может загородить единственный проезд к их дому. Губернатор разделяет мнение краснодарца. Никак не красит Краснодар точечная застройка, она его убивает. Мы получим хаос в Краснодаре и полное возмущение жителей. Обоснованное возмущение жителей. Мониторьте просто реальную жизнь людей. Мониторьте реальную жизнь людей там, где они живут. А живут они микроавионов в том числе. Проездов никаких, парковок никаких, зеленых зон никаких, выхлопные газы вокруг и все на свете. Конечно, о чем мы говорим. О каком комфортном городе. Он был комфортный еще лет 20-30 назад, когда его устроили наши отцы и деды. Вот тогда они его комфортным устроили. Потому что они были уверены, что им в этом городе жить. А где мы собираемся жить, я не понимаю, если мы его не строим. После инаугурации Кондратьева это первый прием граждан. Его новый губернатор провел без малого два с половиной часа. Многие кубанцы ждали именно этой встречи после официального вступления Вениамина Кондратьева в должность. У меня два месяца назад был обещан личный прием, я получил то, что мне обещали. Я рад новому губернатору, потому что он у нас делает, что обещает, что у него сказать. Я не знаю, я стесняюсь. Я надеялась на положительный результат. Я его видела по телевидению сколько раз. Он, во-первых, слова на ветер не бросает. Он очень серьезный, он очень порядочный человек. И все старается делать для людей. И я считаю, это его большая заслуга, и это ему как бы плюс в его работе. Мария Крожная, Лена Касабова, Денис Москаленко, Алексей Комаров и Виталий Василенко. Кубань-24, Краснодар.